Утилизация бытовых отходов в Подмосковье должны начать уже в конце года. Предварительно определено шесть площадок. Это окрестности Воскресенска, Солнечногорска, Ногинска, Подольска, Наруфаминска и Лузы. Пойду посмотрю. А, я просто на вас пойти посмотреть, нет? Ну, ничего. А что говорит? Ну, идиот, от дома книги. От дома книги? Ну, просто медленно. Ребятчики, а как мы будем подействовать? Саморекламку, а если не успеем, ну, сами начнем. Давай метеоскоп подготовь. Ты что, смеешься? Нет. А что ты будешь... Если ты готов рассказывать, окей, я просто не готов. Погоду могу, а это нет. Ты говоришь, мы расскажем что-то. Поставь саморекламу, мы расскажем пока. Пусть про телеграмму последнего. А смысл? Внимание. Ну, ты решай твой час. Сейчас, подожди, я не слышу. Вест. Стоимость каждого предприятия оценивается в 300 миллионов евро. По данным экспертов-коммерсанта, запуск мусоросжигательных заводов может привести к увеличению тарифа на вывоз отходов для граждан чуть ли не в 10 раз. Суд в Петербурге арестовал бывшего полковника полиции, которого задержали во время погони за наркоторговцами. Это происходило два дня назад, рассказывает Всеволод Воронов. Выбор... А Воронов это кто? Что? Кто это Ворон? Из Петербурга. Надо говорить, что это наш корреспондент в Петербурге непонятно. Самореклама, если что, поднимается уже. Хорошо. А чем тебя так напугал метеоскоп-то? Нет, меня совершенно не напугал метеоскоп. Просто я бы что-то уверена была, что он придет. Наташа, перед Павловым будет отбивочка. Я бы советовал тебе микрофон развернуть к ней, потому что ты обращаться будешь к ней, а не ко мне. Хорошо. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной перевозке наркотиков, однако фигурантам обвинения до сих пор не предъявлены. Сотрудники Следственного комитета требовали 5 миллионов евро за прекращение уголовного преследования Андрея Качукова. Приближенного криминального авторитета Захария Калашова, сообщает Росбалт, ссылаясь на свои источники. Речь идет об арестованных сотрудниках СК Денисе Некандрове, Михаиле Максименко и Александре Ломонове. По данным Росбалта, Калашов, он же шакро-молодой, был готов выделить из своих сбережений только 500 тысяч евро. Остальные средства согласились выплатить несколько крупных бизнесменов. Их имена собеседник издания не назвал. Однако личность как минимум одного бизнесмена установлена. Он сейчас проживает за границей и может быть объявлен в розыск. 47-летнему Даррену Джону Осборну из Кардиффа, который давил людей у мечети в Лондоне, предъявлены обвинения в терроризме и попытке убийства, сообщает Скотланд-Ярд. В результате инцидента один человек погиб и 10 травм. Полиция не сомневается, что преступление было совершено на почве религиозной ненависти. По всем признакам, мишенью террористической атаки были именно мусульмане. Гроза с градом ожидается в Москве в ближайшие часы, и рассказал ТАСС-представитель столичного МЧС Андрей Павлов. Гроза с градом ожидается в 3 июня макияжная ненавистика. Как вы? Чего? Чего? Довели меня. Плиточка. А я тут, между прочим, вроде бы там у дома книги упала, запуталась в сумках, у меня такой фенгал. То есть я залоги вот так вот прям... Здрасте, синий музык. Душко. Екатерина, чуть повыше. Поднимите, пожалуйста. Да, хорошо. Я примерно... Я вышла из дома. Теперь я садюсь в машину. Хрусь. Вежливо. По прогнозу в Москве завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 6-8, а днем до плюс 22. Ирина Мерколова, служба информации, Эхо Москвы. Сегодня пятница, 23 июня, 15 часов 6 минут. Меня зовут Анна Трифилова, это программа «Персонально ваше». Владимир Варфоломеев здесь в студии. И наш гость Екатерина Шульман, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пользуетесь Телеграмом? Я пользуюсь Телеграмом. Я его завела, потому что всякие собеседники, находящиеся на госслужбе, вечно спрашивают, а есть ли у вас Телеграм, и соглашаются общаться только там. У государственных служащих есть ощущение, что там они находятся в безопасности от других государственных служащих. Поэтому пришлось завести. Мне бы лично хватало фейсбучного мессенджера вполне в качестве средства общения, а уж в качестве источника информации не хочу ни о ком говорить дурно, но вот эти вот Телеграм-каналы, потому что объясню для радиослушателей, Телеграм предоставляет два рода услуг. Во-первых, это мессенджер, то есть обмен бесплатными сообщениями, во-вторых, это Телеграм-каналы, это некие вот такие, ну как вот журналы, скажем, для тех, кто помнит еще времена живого журнала, или как аккаунты в Фейсбуке, только они могут быть именными, могут быть анонимными. Там, соответственно, ввешивается всякая ценная информация. Так вот, ценность этой информации представляется мне в высшей степени сомнительной, во-первых. Во-вторых, там страшно неудобный интерфейс, и читать хоть сколько-нибудь продленные тексты практически невозможно, ну если с телефона, да, если с десктопа, то, может быть, это как-то получше. Но на десктопе, по-моему, мало кто пользуется Телеграмом. И в-третьих, если вдруг там появляется что-то заслуживающее внимания, то уж, наверное, моя фейсбучная лента мне это дело принесет. Я не для того это говорю, чтобы сказать, а вот запретят они Телеграмы, и бог бы с ними. Я, собственно, говорю это к тому, что основными бенефициарами вот этой вот секретности, я уж не знаю, подлинная она или иллюзорная, я недостаточно разбираюсь в технической стороне вопроса, чтобы это утверждать, являются как раз чиновники. И как раз люди такие, ну как бы это сказать, провластные. Это, между прочим, даже по тематике этих Телеграм-каналов видно, большинство из них совершенно не либерального направления, скажу аккуратно. И в этой связи, возможно, становится чуть понятнее, почему российские власти хотят получить доступ ко всему массиву информации, которая собирается в Телеграме. А они прямо вот с учетом клиента. Собираются? С соответствующим контролирующим органам к тому, что хранится там. Соответственно, к нашим старым записям, если они остаются. Так не к нашим, получается, как раз, а к чиновнищим. К нашим общим. К тому же ничего такого не пишем. Мы просто этого не знаем. Так что вот для меня стало это еще чуть-чуть понятнее. В общем, дело, мне бы казалось, это скорее аргумент в пользу того, что, во-первых, запрета не будет, а во-вторых, вот этот самый доступ, может быть, не так сильно стремятся они получить. Вы говорите, наши спецслужбы, да, и представляете себе какие-то зловещие спецслужбы, такие вот единые, там, может быть, с многими головами, как пёс Кербер, которые стремятся. Они сами там сидят. Нет, я их вижу абсолютно мимимишными, и наручники у них розовые. Сидят они все время в Телеграме. Нет, вопрос в том, видите ли вы их зловещими или вы их видите кавайными. Вопрос в том, видите ли вы их единым, так сказать, политическим актором с единым целеполаганием. Или вы их видите конгомератом групп, которые кушают друг друга. А, соответственно, каждая из этих групп, она тоже в Телеграме так или иначе представлена. А что они друг с другом делают, можно посмотреть на примере судьбы Центра информационной безопасности ФСБ, да, в которой там во время совещания начальника арестовали, надев ему на голову свето-непроницаемый пакет. Любят они театральные эффекты чрезвычайно. Так что не поставила бы я крупных сумм на судьбу обсуждаемого в Думе законопроекта. Это все, зачем, как тут уже пишут, Доров создал Телеграм, а Жаров создал Ультиматум. Что это за открытые письма? Там, по-моему, Рамзан Кадыров тоже что-то приглашал. А Рамзан Кадыров пригласил, да, Роскомнадзор и Павла Дорова в Грозный, чтобы померить. Всех приехать вместе, и там, понятно, и там, значит, за накрытым столом как-то уже подружиться друг с другом. Он с недавних пор стал пользователем, да, я знаю. Очень ему нравится. Я знаю. Вы знаете что, когда вот начинается вот этот вот весь, прости господи, карнавализм вокруг какой-то проблемы, это, в общем, говорит о том, что каких-то сущностных событий там не произойдет. Я бы не беспокоилась очень сильно ни за Телеграм, ни за безопасность, боже мой, информации, которая в нем находится. Если кого-то эта безопасность очень сильно волнует, если у кого-то какие-то прям ценные сведения там хранятся. Но мы же не можем при этом отрицать наличие тренда на закрытие интернета, как такового, свободного интернета, неподконтрольного интернета. И для этого принимаются и законы, и принимаются уже на протяжении нескольких лет, и вот буквально эти дни, то, что касается анонимайзеров в сети. Направление-то ведь именно это, и поэтому легко можно поверить, что и Телеграм закроют. Смеется Екатерина. Я помню в, по-моему, 2000... У нас сегодня вообще очень оптимистично настроенные гости в разворотах. Да, что и до меня были тоже оптимисты. Да, говорили люди надо верить. У них отменяют выборы в Академии наук, а все равно человек не теряет надежды. Но про выбор мы сейчас... Это не оптимизм, не теряние надежды, это немножко другой душевный настрой. Смотрите, в чем моя-то мысль, несложная, на самом деле состоит. Мы можем констатировать постоянные попытки, никак не ослабевающие от их безуспешности, хотя казалось бы, со стороны государства контролировать интернет так, как оно контролировало бы типографии в XIX веке или множительную технику в XX веке. И отсутствие понимания того, чем отличается сетевая среда и сетевой инструментарий от всех предыдущих способов обмена информацией, которыми владело человечество. Есть некоторые сходства, действительно есть. Там радио – это передача информации на расстояние, и вроде как мессенджер – это тоже передача информации на расстояние. То есть есть сходства, но есть и роковое различие, которое никакой Роскомнадзор никак не может нащупать. Поэтому раз за разом все его попытки приводят к максимуму, к некоторым бытовым неудобствам для ряда пользователей с некоторыми потребностями. Эти бытовые неудобства преодолеваются довольно быстро. Значит, вот эта вот вся погоня с молотком за комарами, она является необходимостью для государственной службы, которой надо чем-то себя занять и оправдать свое существование. Вот мне как раз интересно, вот они там все сумасшедшие, вот это, с молотком за комарами. Никто никогда не сумасшедший. Слушайте, а вы поставьте себя на место, представьте, что Роскомнадзор – это вы. Ну как, чтобы такого сделать с утра? Плохого? Нет. У вас есть структура, у вас есть штатное расписание, кадровые единицы, бюджет у вас есть, деньги вам выделяются, каждый год они вам выделяются. Значит, кроме вас на том же поле есть куча других, таких же прекрасных, талантливых, самоотверженных, патриотичных людей, как вы, которые тоже хотят структуры, ставки и ежегодные бюджеты. Чем вы докажете, что вы, а, нужны, б, нужнее, чем те, кто стоят у вас слева, справа и дышат вам за бюджет? Но не открытыми же письмами Павлу Дурову. Почему? А что, это разве плохо? Разве это не патриотично? Это привлекает внимание, это увеличивает вашу цитируемость. Все видят, что вы не просто там штаны просиживаете, вы трудитесь, стараетесь, как-то себя не жалеете. Плохо ли? — К Академии наук давайте перейдем. Сегодня Государственная Дума в первом чтении рассматривает вот эту инициативу отменить выборы фактически в Академии наук, чтобы было не более трех кандидатов, предлагают, чтобы эти кандидаты там утверждались правительством. Вот вы как считаете, что конец демократии в Академии наук? Хотят свой войск, оператива «Озеро» поставить? Вот у нас были тут варианты. — Ну, хотя, судя по всему, довольно давно и как-то пока не очень успешно. Вы знаете, долгая история с Академией наук и с ее так называемым реформированием был закон, собственно говоря, основной о реформе РАН, который шел в Думе прошлого созыва. Я помню эти баталии и эти там визиты академиков в Думу и думцев в Академии, и какие-то договоренности, которые потом ко второму чтению оказались нарушенными. Ну, это старые думские хитрости, в общем-то, кидали многих, еще и до академиков, когда ты о чем-то там договариваешься в первом чтении, а потом тебе говорят, то есть, знаете, извините, ваши поправки как-то затерялись где-то, почему-то в финальном тексте вы их не обнаруживаете. Насколько я понимаю, побудительным мотивом для первой основной реформы Академии была незамутненная любовь к недвижимости, поскольку эта структура обладает довольно значительными активами в этом смысле и землей, и зданиями, и все это в центре или в каких-то прекрасных загородных местах, то есть, как-то вот хотели отделить, так сказать, научную часть от имущественной, а имущественную передать нужным людям. Я, на самом деле, не то чтобы очень подробно разбираюсь вот именно в специфике Академического самоуправления. Понятно, что в целом и университеты, и Академии должны самоуправляться, и государственные власти не должны к ним лезть, потому что это вопрос академической свободы, это вопрос научной независимости. В конце концов, если самые умные люди не имеют права на самоуправление, то кто же на него тогда имеет право? Те, кто еще умные, те, кто выше. Как это было? Это хуже народа, это лучшие люди города в известном фильме. Единственное, что можно сказать по поводу Академического сообщества, хотя это, конечно, не очень хороший упрек, типа, а вот вы не тогда не сопротивлялись, и теперь не удивляетесь, что с вами делают такие вещи. А мне не очень нравится этот аргумент, потому что это, конечно, разновидность виктимблейминга, это обвинение жертвы. Обвинение жертвы чем плохого, как направление мысли, не тем, что оно жертве делает, типа, больно, когда ей говорят, что сама дура виновата. Жертва переживет, она, может, этого и не услышит. А проблема тут в том, что это отвлекает внимание от поведения того, кто является инициатором, то есть, собственно, насильником, да, или там, автором реформы в нашем случае, и сдвигает этот фокус на поведение того, кто является тут объектом или, соответственно, жертвой, и начинается обсуждение, а вот как бы они могли себя повести с тем, чтобы с ними бы этого не случилось или случилось не в такой ярко выраженной насильственной форме. Смотреть надо на того, кто это все затевает, и без чьей воли, и без чего намерения, ничего бы этого вообще бы и не было. И что касается этого конкретного кейса, выбирать президента или его назначать, может быть, тут, наоборот, скорее, долгое сопротивление, о котором тоже более-менее известно, навлекло на их голову вот этот вот уже, так сказать, законодательный запрет выбирать себе самим кого бы то ни было, потому что там же есть представление о том, что была кандидатура, которую они должны были утвердить в качестве президента Рана, они вот что-то и вот... Ну, вы имеете в виду человека из пресловутого кооператива «Озеро», из одной из семей? Ну, вот говорят, что да. Я, опять же, так аккуратно говорю, не потому что я боюсь страшную фамилию Ковальчук произнести в эфир, я боюсь сказать что-то не то, потому что я специально не следила за этим сюжетом. Но то, что известно, то известно это public knowledge в значительной степени, общепризнанные знания. Ну, вот, кстати, все-таки в том законопроекте, который буквально вот в эти часы должен рассматриваться в первом чтении, там нет пункта о назначении главы Академии наук, там речь идет о том, что им просто дают три варианта, которые сначала должны быть утверждены в правительстве, а затем уже итоговый победитель голосования на общем собрании, его должен утвердить президент. Но это, отчасти, напоминает нашу систему губернаторских выборов. Так же это чем-то смутно напоминает те самые законы о реновации, там только один был вариант, и 60 дней, либо 90 дней на согласие, а потом можете судиться. Предлагаю такую поправку тоже внести, пусть у академиков будет не меньше возможностей, чем у граждан, подвергающихся реновации. Ну вот Матвей, наш слушатель, пишет, они хотят, чтобы мы говорили «ку», ну в кино как, и выворачивали карманы по первому же их требованию. Причем вот эта смс-ка, она пришла еще по теме телеграмма, но она хорошо, мне кажется, описывает и то, что происходит вокруг Академии наук. И в целом вот эта ситуация, связанная с ран, она же не выходит за рамки общего нашего тренда, правда? Все должно быть под контролем. Вертикаль, она же везде вертикаль. Если у нас глава государства занимается мусорными свалками в Подмосковье, то, разумеется, сам Бог велел, чтобы он еще и занимался руководством Академии наук. А вам кажется, что мусорные свалки в Подмосковье – это какая-то мелочь такая бытовая, да? Нет, нет. Вы представляете себе, насколько это масштабный вопрос, да? Вам стало страшно, когда перед вами открылась вот эта вот бездна, или в случае со свалкой, лучше сказать, вот эта вот гора, уходящая в Поднебесье, да, и все, что там вокруг. И вопрос, которые связаны с тем, кто будет строить на их месте мусоросжигательные заводы. Какие госкорпорации, какие друзья президента, чьи имена там в связи с этим называются. И какие кипрские офшоры, два владельца, один умер, другой на Кипре, кто чей сын, да, кто в какую ОПГ входит, там, там, да. Так, давайте так. Я, во-первых, напомню, что у нас в гостях Екатерина Шульман, политолкова. Во-вторых, Володь, тебя, как специалиста по свалкам, попрошусь, потому что вы сейчас полунамеками между собой поговорили. Давайте поконкретнее. Конкретнее мы свалкам посвятим в третьем часе. Отдельный кусок в развороте будет это после 16.35. И назовем эти имена. Ну, все-таки мне бы хотелось, чтобы Екатерина сказала, так это вопрос достойный президенту? То есть президент должен заниматься свалками? Или просто у нас такие свалки интересные с постановкой мусора на тему мусорный полигон? Ну, я скажу следующее. Это огромные, невероятные деньги. Это очень большие финансовые и имущественные интересы, которые интересы являются чьими? Интересами близких друзей президента, детей его друзей, при этом находящихся в конфликте между собой. Максимальный интересант тут – это региональная власть того региона, на территории которого находится та или иная свалка. Это касается любой. Кроме того, как только начинаешь смотреть чуть внимательнее, там обнаруживаются еще многочисленные участники, бенефициары. И еще раз назову этот термин – акторы, часть из которых находится в России, часть из которых находится вне России. Кроме того, если свалка – это что называется, вот если она есть и функционирует так, как она привыкла функционировать. Если она перестает функционировать, эти люди и группы лишаются своих доходов, но возникает перспектива образования новых, не менее огромных доходов от мусоросжигающих заводов, которые сначала надо построить, а потом надо эксплуатировать. И тут тоже появляется своя линейка бенефициаров, и все это не просто там какие-то, понимаете, экономические субъекты, а это все люди тоже из ближних кругов, которые, несмотря на свою принадлежность к этому вроде бы ближнему кругу, который мы склонны воспринимать как нечто единое, находятся друг с другом в отношениях жесткой, суровой и кровавой конкуренции. Но надо сказать, что этого всего бы мы, наверное, может быть и не знали. Я, например, себя имею в виду простого человека, я вот свалками не занималась и никогда бы не занялась, если бы не этот вопрос на президентской линии. А вам никогда не оказалось странным, что, например, в всяких сериалах про мафию там вечно эти мусоросборочные, мусоросортировочные производства являются предметом их? По-моему, можно вспомнить и «Клан Сопрано», не наш сериал, а советские следствия ведут зонтаки. Георгий Менглет был боссом такой мусорной мафии. Ну, его герой. Вот видите, даже реалистический советский кинематограф не мог пройти. Но если бы этот вопрос не попал на президентскую линию, мы бы сейчас бы, наверное, может быть и не обсуждали эти свалки, а подмосковные власти не мучились бы так вот в районе этой Балашихи. Вы знаете, я думаю, что наоборот, вы причинно-следственную связь путаете. Если бы это не был такой важный и трагический вопрос, то о нем не было бы упомянуто на прямой линии. При всем уважении к нашим прекрасным согражданам, которые своей нуждой и тяжбой и сердечной болью идут к президенту, все-таки вопросы там звучат не просто так, и попадают они в этот сценарий не случайно. Кто-то поставил туда этот вопрос. Ровно для того, чтобы вызвать ту цепочку последствий, которые мы сейчас с вами наблюдаем. То есть это не случай, кирпич на голову упал, да? Ах, кто-то вдруг вылез тут с вопросом, у меня тут свалка вонючая под носом. И дальше как домино покатилось. Нет, значит, домино это повалилось довольно давно и очередная его... Президент ведь отвечал подготовленным. Он рассказывал, сколько и в каких регионах будут построены теперь вот эти мусоросжигательные заводы. Какая японская корпорация обеспечила их технологиями. Он все это рассказывал. То, что он, в принципе, в курсе этой темы, это закономерно, потому что это, еще раз повторю, большая тема. Это, ну, как бы, это индустрия такая, да? Точно так же, как хорошо бы, чтобы он знал о, там, нефтегазе, здравоохранении и тарифах на ЖКХ. Точно так же и об этом, о мусоропереработке. Ну, в тех других темах он, кстати, оказался не настолько всезнающим, а свалкам посвятил на президентской этой линии довольно много и просто блистал там знаниями. Так кто этот кто-то, кто поставил этот вопрос? Слушайте, вам фамилию что-то назвать? Это важно? Это важно? Но удачно ведь получилось, что они этой темой, как бы, поднятием ее на прямой линии убивают двух зайцев. Решение финансово-экономических вопросов, бизнесовых вопросов. И второе, смотрите, как президент отвечает на чаяние народа. Ведь жители Балашихи, они действительно недовольны этим мусорным гадюшником, который у них под окнами. И глава государства помогает и одним, и другим. Двух зайцев одним ударом. Ну, собственно, да. А для чего прямые линии-то у нас заводятся? Не для того, чтобы там что-то неприятное показывали, а для того, чтобы там приятное показывали. Для того, чтобы представать в невыгодном свете, а наоборот, чтобы в выгодном. Это, по-моему, вполне логично. Что касается недовольных жителей Балашихи, то когда у них построят мусоросжигающий завод, они не будут сильно довольны, чем они есть сейчас. Я изучил сегодня планы подмосковных властей, те проекты, которые опубликованы. Вот именно в Балашихи завода не будет. Для них выбраны другие площадки. Так что жители конкретного подмосковного города смогут, наверное, во всех смыслах вздохнуть свободно и спокойно. Их ждет чистый воздух. Тут на Рафаминск, Солнечногорск, Ногинск и Воскресенск. Четыре предварительные площадки. Но, кстати, как интересно все совпало. Итоги конкурса, которые затрагивают строительство этих предприятий, будут подведены через пять дней, 30 июня. Одно к одному. Для губернатора Воробьева. Так что, дорогие друзья, вы понимаете, что даже к мусору не стоит относиться слишком легкомысленно. За ним стоят большие интересы и большие деньги. Звучит тревожно. Всем стал страшно. Ну, вообще, я не знаю, кто на нынешнем этапе развития цивилизации относится к этому легкомысленно. По-моему, все уже в курсе, насколько это большая тема. Нет, с точки зрения экологии, да. А с точки зрения политики и бизнеса я не представлял себе. А, ну, вот видите, как хорошо. Много нового, знаете, теперь мы узнали про свалки. Я вот еще тогда приятно... Это у нас еще, прошу прощения, последний, так сказать, радостный аккорд по поводу мусорной темы. Это у нас еще сортировка мусора не очень сильно развита. А вот когда у нас будет как в Европе, и мы в свое свободное время будем посвящать сортировке домашнего мусора на шесть разных пакетиков, вот тогда-то все поймут наглядно, насколько это важно и значит. Сегодня буквально мне рассказали, как в Австрии приходится делить на четыре разные части пакетик для чая, который заваривают люди. А что им бывает? Потому что там бумажка, био-составляющая, железная скрепочка. И пластиковые нити. А, да, понятно. Ну, я вам хочу сказать, что нет, у нас же есть вот эти уже в некоторых местах раздельные контейнеры. Я, например, знаю, что в Наукограде дубна там полно. Я вот прожила месяц в Вене, да, и приходила с этим заниматься. Насчет того, чтобы пакетик там настригать как-то художественно, до этого не дошло, но то, что темное стекло в одну, светлое стекло в другую, биологические туда, бумажки сюда. А за это наказывают или это какая-то человеческая... А просто некуда выкинуть такой пакет совсем. А если увидят, что ты не туда суешь, ну да, штраф придет, напишут. Соседи будут недовольны, а тебе будет неловко смотреть им в глаза. Ну, даже если ты не знаешь этих соседей, не знаешь, где у них глаза, но то все равно штраф придет. Я был в Австрии, у них на том же самом месте. Здесь вот Сергей нам пишет, реновации в Москве также придуманы не для улучшения жилищных условий горожан, а для того, чтобы миллиарды освоить. Вот итоги всей этой истории. Вот тоже открылась истинно-то человеку. Надо же. Улучшение жилищных условий граждан. Что это вообще за советская терминология? Кто улучшает жилищные условия граждан, кроме самих граждан? Что они, без ноги, что ли? Вот это вот патернализм. А вы удовлетворены итогами всей этой истории с реновацией? Нет, совершенно не удовлетворена. Во-первых, до итогов чуть-чуть далеко. Во-вторых, давайте определимся. Я не высказываюсь по поводу реновации, что бы это ни было, если понимать под ней весь комплекс этих мероприятий. Моя сфера компетенции – это проект закона, который, собственно, был принят в трех сетях и теперь должен быть одобрен Советом Федерации. Я могу судить об этом. Значит, каково будет его практическое воплощение, мне сказать трудно. Есть ряд предположений на этот счет, но это просто уже немножко не моя область. Также я не могу рассуждать о том, что лучше кирпич или бетон, и можно ли жить в кухне 4 метра, или нельзя. Это тоже не ко мне. По поводу закона. То, что было принято в первом чтении, было абсолютной бедой. Значит, я удивляюсь до сих пор тому, что этот проект не был возвращен инициатором еще на этапе внесения, потому что он противоречит Жилищному кодексу, Гражданскому кодексу и Конституции Российской Федерации. На это обычно говорят, что у нас в первом чтении утверждается концепция закона проекта, а дальше мы его там дорабатываем. Значит, мне это представляется высшей степень порочной практикой, потому что что такое концепция закона проекта, и в чем она, в каких словах заключена она, и что нельзя менять ко второму чтению, неизвестно. И сам факт одобрения в первом чтении такого текста это большой удар по, скажем так, единству и хоть какой-то гармоничности нашей правовой системы. То, что принято во втором чтении, и, соответственно, в третьем, это, как в анекдоте, кошмар, но не кошмар, кошмар, кошмар. Принимать это было не надо. Такого закона вообще не нужно, между нами говоря, он не нужен для того, чтобы, как тут говорит наш слушатель, улучшать жилищные условия граждан. Так, сейчас, стоп. Вот на но остановимся, переремся на краткие новости. Екатерина Шульман, программа «Персонально ваш» и после кратких новостей продолжим. 15 часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо Госдума» рассмотрит в первом чтении законопроект о новых правилах избрания руководства Российской Академии наук. В частности, документ ограничивает число кандидатов на пост президента РАН до трех человек. При этом, для избрания главы РАН будет достаточно простого большинства голосов, а не 2 трети, как раньше. Предполагается, что главу Академии будет утверждать и освобождать от должности президент России, а не правительство. Выборы президента РАН должны были состояться в марте этого года, однако общее собрание Академии перенесло их на осень, после того, как все три претендента сняли свои кандидатуры. В целом, поправки к закону РАН имеют как положительные, так и отрицательные стороны, но наиболее опасно для устройства Академии поправка о том, что теперь необходимо выбирать только трех кандидатов. Такое мнение в эфире высказала член-корреспондент РАН Ольга Соломина. Конечно, это все, наверное, очень неприятно, но мы бы даже согласились на утверждение проявления тех интересов, которых мы представляем, потому что мы понимаем, что это должность президента Академии наук, это все-таки государственная должность, это лицо научное нашего государства, и если есть какие-то уж совсем несовместимые, так сказать, с жизнью противопоказания, что вот такой человек вот прям совсем не может, ну, например, двойное гражданство, или там какие-то вскрывшиеся вдруг неожиданно неизвестные, так сказать, члены, которые имеют свойства, так сказать, персонажи, то, может быть, кого-то можно и заблокировать. Вот это отражает, вообще говоря, вот эту процедуру, которую сейчас проходят директора Академических институтов, конечно, огромная возможность для манипулирования и для выбора какого-то правильного кандидата, который искусственно сокращает, причем можно, так сказать, сделать тенденциозно, как мы с вами понимаем, а оставить только тех трех кандидатов, которые, кстати сказать, могут... Ты не устроить совсем академия. Соломин также отметил, что на данный момент на должность президента РАН выдвигается 10 человек. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенную Дмитрия Крепкина, которого обвиняют в нападении на полицейского во время акции 26 марта. В правозащитном центре считают, что содержание под стражей Крепкина и других фигурантов дела не соответствует реальной опасности садийного, а само уголовное дело политически мотивировано. В Москве не возражают против сближения Минска с Европой, но надеются, что потепление между ЕС и Белоруссией это не попытка оторвать Белоруссию от России, так сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее стало известно о том, что часть европейских санкций в Белоруссии снята. Международный аэропорт Гена имени Христофора Колумба внес изменения в правила безопасности из-за популярного итальянского соуса песто. Пассажирам разрешено перевозить в ручной кладе до 500 граммов песто. Напомню, международные правила запрещают пронос на борт самолета емкости с жидкостями объемом более 100 миллилитров. На корректировку норм безопасности сотрудники аэропорта пошли из-за недовольства многих пассажиров, которые вынуждены выбрасывать банки с песто из ручной клади на пунктах досмотра. В Москве сегодня плюс 16-18. МЧС предупреждает о том, что приближается гроза с градом, при этом ветер может усилиться до 17 метров в секунду. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Они теперь завалили этим предупреждениями? Исправляются. Мы все не то обсуждаем. В Санкт-Петербурге идет расследование. Выяснилось, что в один из моргов пускали экстрасенсов для занятий магией на трупах. Причем экстрасенсов, победителей передачи на ТНТ. А они удаляли у трупов органы и употребляли их в ритуалах? Или они пытались их оживить? Вообще да, что-то мы слишком веселые какие-то. Давайте поговорим об этом. Экзорсизм. Миф или реальность? Создается ли в Петербурге армия зомби? Зачем экстрасенсы ходят в морги? И почему этот вопрос не отрегулирован на федеральном уровне? И причем тут все... И причем тут по вам пригожим? Казалось. Да. Вот, кстати, сразу за мной будет, да? Да, да, да. Они придут. Я же там тоже. Там будет большое мероприятие. Первая часть научная, вторая, так сказать, художественная с артистами и певцами. В первой части будут такие маленькие лекции, да. Это же будут слайды. А там обещают транслировать в Ютьюбе? Обещают транслировать на сайте радио свободы, да. Ну и соответственно. Все, у меня нога не распухнет в двое. Ну, ощущается, скажем так. У меня привычный вывих на этой ноге, поэтому время от времени это со мной происходит. В чем есть свои преимущества? Потому что он уже как бы привычный. Но и свои недостатки происходят нерегулярно. Больно узко в момент нанесения, как говорят в Амоне. Внимание, ребятки. Персонально ваш. Ну и наш Екатерина Шульман, сегодня политолог. Меня зовут Анна Трифилова. Здесь Владимир Варфоломеев. Мы продолжим. Мы говорили про реновацию. И вот, Катя, вы сказали, что принимать было не нужно во втором чтении. Но, правильно я поняла? Закон. Совершенно верно. Так что же, ну? Необходимости в таком законодательном акте на самом деле нет. В этом, с моей точки зрения, один из главных ужасов всей этой истории. То есть поставили всех на уши и, в общем, накалили политическую обстановку, как принято выражаться, в городе Москве. И углубили пропасть недоверия между гражданами и властью. А низкий уровень доверия – это одно из наших общих проклятий. И все это ради того текста законодательного, который, в общем, не был необходим. На самом деле, вся правовая рамка для того, чтобы переселять людей из, например, ветхого аварийного жилья существует. Это понятно. Если мы будем называть вот это вот самое неправильное жилье предаварийным, как выражается в правительстве Москвы, то и в этом случае договоренностями между собственниками дома и правительством Москвы, либо между собственниками и застройщиком, этот вопрос совершенно замечательно решается. Но тогда будет требоваться стопроцентное согласие общего собрания собственников. Правительство Москвы решило себе развязать руки и устроить себе очень большую свободу в выборе, какое именно здание оно хочет снести и на его месте построить что-нибудь другое. Я подозреваю, что сейчас вот на том этапе, после всего того, что нам стало известно о этой программе, что главная выгода там, ну там два конца выгоды. Первое – это возможность продать городу построенное жилье, которое не очень хорошо продается частным лицам. И второе – это освобождение участков под новую застройку, которая будет больше по размеру, чем то, что строится, чем то, что стоит на этом месте сейчас. Соответственно, вот поэтому решили правовые рамки как бы так для себя расширить. То, что в окончательном виде принято, думай, и будет, судя по всему, приняться этой федерацией. А чем, что там осталось опасного и плохого? Ну, на самом деле, приблизительно все. Какие-то наиболее ужасные вещи, типа отсутствия судебной защиты или там 60 дней сроков, отменено. Значит, великодушно вернули право на судебную защиту и 60 дней продлили до 90. Значит, предусмотрели возможность выхода из программы. То есть немножко там вот по как бы вот улучшили, что называется, условия для переселяющихся граждан. Тем не менее, значит, создание монополиста, фонда реновации, неконтролируемого никем, не отчитывающегося ни перед кем и при этом имеющего, значит, статус некоммерческой организации, да, но не публикующей отчетов, это плохая и опасная и очень-очень коррупциогенная вещь. Несимметричность процедур, входа в программу и выхода из нее. Когда для того, чтобы войти, достаточно, значит, проголосовать в активном гражданине, а для того, чтобы выйти, необходимо провести общее собрание собственников, каковая процедура очень трудоемкая, дорогая, требует времени, ресурсов и специальных правовых знаний. И что происходит в результате? Те дома, которые из программы вышли в течение вот этого отведенного срока, сейчас подвергаются давлению, к ним приходят люди из управы, перепроверяют, как кто голосовал, значит, начинают агитировать собственников, чтобы они проголосовали еще раз, как-то уже иначе. Значит, ну, протоколы общего собрания собственников, к сожалению, подделываются, все, кто имеют дело с управлением на квартиру, не уместить. Я знаю их примеры, когда просто людям двери режут входные, такие же люди, недовольные. Ну, всякое бывало, и колеса тоже режут. На самом деле застройщики своеобразные ребята, и те, кто у нас являются бенефициарами, системы ЖКХ еще были своеобразные, это вот к вопросу о мусоре. Вот такие вот сферы, которые находятся вне зоны общественного внимания, притворяются чем-то таким грязным, жалобным и никому неинтересным, вот там вот золотые горы и кровавые реки на самом деле и скрываются. Бойтесь того, что вам не показывают, что как будто у вас все время перед глазами, но при этом на чем ваше зрение по какой-то причине не фокусируется. Это вот такие вот скрытые институты, но они не скрытые, понимаете, они как раз очень открытые, но они почему-то представляют совершенно не тем, что они есть на самом деле. Вот сфера ЖКХ одна из таких. Кстати, что они любят делать, это представлять свою собственную борьбу с людьми за свои имущественные интересы, как какие-то конфликты между соседями. Вот когда вы начинаете слышать, что это просто соседи как-то там друг с другом, значит, в плохих отношениях, насторожитесь. Бывают соседи друг с другом в плохих отношениях, это бывает, но на уровне хождения в суды и на уровне уголовных акций, когда начинаешь приглядываться, обнаруживается, что никакие это не соседи, не то, что у нас любят называть чиновники-жители, вот это вот слово, которое я не выношу, жители. Значит, нет никаких жителей, есть собственники в вопросах жилья. Там речь идет о собственности и, соответственно, об имущественных интересах. Поэтому не ведитесь на все эти разговоры о том, что вот просто, понимаете, еще он любит говорить. А вот классовые конфликты возникают, да, вот есть там люди с дорогим ремонтом, есть люди с дешевым ремонтом, вот они, значит, находятся... Но ведь это гражданское противостояние действительно есть, Екатерина. В том виде, в каком нам его пытаются представить, нет, его нет. Значит, оно есть в том смысле, что люди могут не согласиться друг с другом, поругаться на общем собрании собственников или там, встретившись на детской площадке во дворе, тоже не сойтись во мнениях. Но, еще раз повторю, как только речь идет о вещах, требующих затрат, например, пойти в суд, например, организовать это самое ОСС, или безнаказанно устроить акцию уголовного устрашения, никакие жители этим не занимаются. Этим занимаются заинтересованные структуры, которые уверены в том, что им ничего за это не будет. Когда перед новостями Аня прочитала СМС, где речь шла о заботе государства, об улучшении наших жилищных условий, вы откровенно рассмеялись. Ну вот я сейчас смотрю на лентах новостей, знаете, такие носят сообщения. Путин после жалобы онкобольной поручил оказывать доступную медпомощь жителям апатитов. Путин поручил Медведеву определить источники средств на перераселение жителей вагон, городков и так далее и тому подобное. Я все понимаю, политические мотивы, бизнес-мотивы, финансовые интересы, это все святое и наверняка это стоит за многими, если не за всеми решениями наших властей. Но что, неужели государство ничего вообще не делает, вот действительно для своих граждан, вот просто для того, чтобы улучшить или облегчить их жизнь? Я понимаю, что, наверное, эпоха так называемых социальных государств, когда подобные подходы хотя бы декларировались, это все в прошлом. Но теперь ничего просто так для людей не делается? Или все же делается что-то? Сама постановка вопроса есть, конечно, плод патерналистического мышления. Я воспитывался в те времена. Есть какое-то государство, которое было всегда, и у него родятся дети, граждане, и оно заботится о них, хорошо или плохо. Оно может быть заботливым, щедрым, может быть бедным и злобным, или, наоборот, богатым и злобным, неважно. Но вот диспозиция, она такая. На самом деле государство образовано этими гражданами для оказания им ряда услуг. Очень небольшое количество услуг способно государство оказать тем, кто его, собственно говоря, устроил. Значит, государство плохой родитель, лекарь, учитель. Государство хороший мытарь, солдат и палач. Вот его функции. Охрана границ, борьба с преступностью внутри страны и сбор налогов, распределение их на эти самые нужды. Вот то немногое, что государство на самом деле в состоянии сделать. Когда нам сейчас вот у вас в новостях тут говорят, да, мы понимаем, что Академия наук это лицо, значит, научное лицо нашего государства. Причем тут одно к другому? Причем тут государство и наука? Потому что Академия наук является бюджетным государственным учреждением. Оно является бюджетным государственным учреждением? Его сделали так-таки. Совершенно верно, потому что все остальные пути ему прожить на какие-то другие деньги отрезаны. Значит, поэтому остается один из основных канал бюджетных денег. Этих бюджетных денег, не прислушателям будет сказано, чрезмерно много, именно потому что государство забирает себе слишком много того, что должно было бы оставаться у экономических субъектов и прежде всего у граждан. Мы с вами платим слишком много налогов, учитывая, сколько услуг мы на эту единицу уплаченного получаем. Люди это понимают постепенно. Они до них доходят, благодаря нехорошей экономической ситуации. Кому как это? Кому война? Кому мать родна? Непонятно, правда, в данном случае, кому. Но, тем не менее, нельзя не начать понимать, что вы не являетесь получателем бесконечных подарков и зрителем разных бесплатных красочных зрелищ, а вы являетесь плательщиком, с вас все время за что-то берут. Значит, в ответ на все то, что у вас берут, вам показывают вот такие точечные акции патернализма, как те примеры, которых вы приводили. Позвонила девочка, значит, девочке подарили щенка, позвонила тетенька, тетеньке починили крышу, еще кто-то там позвонил, кому-то что-то не хватает. Ну, вот той девушке, которая позвонила из Мурманска, помочь, судя по всему, затруднительно. Даже всей силой государственной мощи там раньше надо было помогать, теперь уже, ну, дай бог, может быть, что-то получится как-то ее судьбу тоже улучшить несколько. Тем не менее, значит, чем меньше государство в состоянии системно обеспечивать людям условия, не помогать им, а обеспечивать им условия, для того, чтобы не нужна была помощь, они могли бы, как все здоровые и дееспособные люди, обслуживать сами себя и друг другу оказывать эти услуги, тем больше оно вынуждено устраивать представление, еще раз повторю, разового, такого точечного патернализма. У нас как репрессии точечные, так и патернализм точечный. На что хватает, то вот и показываем. И пропорция, наверное, примерно такая же. Несколько десятков вопросов заданных и два миллиона, которые так и не прозвучали, но, наверное, и с репрессиями. Несколько миллионов недовольных посадили несколько десятков. Смотрите, какое совпадение. Вот видите, видите, как. Екатерина Шульман у нас в гостях. Я вот по поводу тогда, если про репрессии. По итогам вот этих акций 12 и 26 числа, на ваш взгляд, почему разные регионы с такой разной степенью жестокости на это реагируют? Ну, вообще, в вашей же студии сидя уже в течение, по-моему, трех лет последних, я рассказываю про нарастание регионального разнообразия. Сначала я говорила про то, что это будет, потом я каждый раз констатирую, что это есть. Значит, наша с вами унифицированная вертикаль власти и выдающиеся единства, оно и в бюджетные благополучные годы было, в общем, обеспечивалось больше силами телевизора. А сейчас даже силами телевизора, оно уже не очень сильно обеспечивается. Регионы действительно под видом выдающегося подчинения регионального уровня федеральному, убожеству всех губернаторов, значит, страха их перед силовиками местными и федеральными, это все правда. Тем не менее, несмотря на это, чем меньше федеральный центр в состоянии решать все проблемы регионов большими централизованными денежными вливаниями, тем больше регионы живут по принципу, кто во что гораст, значит, кто в лес, кто по дрова. Поэтому ситуация каждый раз зависит от целого ряда местных факторов, от того, кто губернатор, откуда он, как давно он сидит, кто главный местный силовик, как вообще силовое сообщество в регионе выглядит, какова политическая культура, какие традиции. В некоторых давно уже все заасфальтировано, в других как-то побольше разнообразия. Как выглядит политическая элита местная, есть ли альтернативные группы, конкурирующие друг с другом, которые будут там доносить на губернатора в Москву, что он как-то неправильно себя ведет. Есть ли лидер яркий местного протеста, образовался он или его нет. Это все те факторы, которые оказывают влияние на ситуацию. Есть ситуативные моменты, ну, например, есть мнение о том, что 26 марта, например, в Татарстане была создана, в общем, достаточно благоприятная обстановка для желающих протестовать, не было там особенных хватательных акций, потому что это совпало с их местной повесткой, с изничтожением Федеральным Центробанком их местных банков татарских. Это для них важный вопрос, для местной элиты это важный вопрос, для граждан, для вкладчиков, поэтому вот там решили немножко Москве показать некоторую козу, что типа вы нам тут вот, значит, нас обижаете, а у нас тут есть недовольство. Вот смотрите, вот оно недовольное такое недовольство. 12 июня в Казани было чуть пожестче, то есть там им не согласовали, митинг согласовали в каком-то издевательском месте и времени, и похватали, по-моему, 8 человек, но на самом деле отпустили достаточно быстро. Вообще в регионах все как-то так мягче, чем в Москве, опять же, вопреки тому, что у нас принято думать, что тут у нас в Москве либерализм, а в регионах там, значит, закон Тайга Медведев-Перкурор, судя по всему, не совсем так. Хуже, чем в Москве и в Питере, пока нигде особенно не видно, кроме тех мест, где вообще никто не выходит, потому что там другая политическая культура, скажем аккуратно. Правозащитники называли такие города, например, как Сочи, где было очень жестко и сурово по отношению к людям. А Петербург, количество задержанных 12 июня было чуть ли не больше, чем в Москве. А уж как к ним относились в ОВД впоследствии, где их газом травили, чего там только не было? Количество задержанных было меньше, чем в Москве. В Москве было около 800, в Петербурге было около 600, но это сравнимо, учитывая, что в Петербурге гораздо меньше вышло народу. В процентном отношении, вышедшей к задержанным, Петербург победил Москву в этот раз в этом странном соревновании. Значит, газ пускали не ради политических, а ради другого, буйного, значит, арестанта, что совершенно не оправдывает тех, кто занимается такими безумными совершенно вещами. Об этом узнали благодаря тому, что в соседних камерах сидели политические заключенные. Что происходит в Питере, сказать трудно. Там явно какая-то происходит большая политическая турбулентность, целый ряд скандалов вокруг губернаторов. Неспокойно в городе-на-Неве, скажем мы, лирическую фразу. И, возможно, это связано, вот эта вот повышенная хватательная активность, такая довольно бессмысленная, связана именно с этим. Даже там не столько важно, сколько похватали, сколько то, как потом вели себя суды и полиция. В Москве такого не было. То есть там штамповали эти самые дела и приговоры чрезвычайно буйно. Потому что в Москве забрали много, но немного, скажем так, осталось. То есть похватали-похватали, потом большая часть все-таки была отпущена. Вопрос, который мне кажется важным, и он касается и политической части, и социальной, наверное. Стас спрашивает вас. Как вы можете ругать вот то, что происходит сейчас, и одновременно не любить то, что было в СССР? Стас, а в чем противоречие между этим и тем? Значит, большая часть того, что я, как выражается, ругаю, но я не ругаю, я не мама им. Вот, чтобы их ругать, то детей своих тоже не особенно эффективно ругать, они обычно не очень слушают. А уж ругать объективные общественно-политические явления, это глупо. Я как-то вот исследовать их стараюсь, и, соответственно, рассказывать вам, какие выводы у меня получаются. Большая часть того, что я считаю негативными явлениями, является непреодоленными последствиями советского уклада и советской власти, которая в гораздо большей степени жива и присутствует в нашей жизни, чем мы предполагаем. Значит, она присутствует в самых разных обликах. В этом самом непреодоленном патернализме. В умах тех людей, которые сейчас находятся у власти, причем как в их представлении о том, что надо все централизовать и распланировать, при том, что ничего особенного они не централизуют и не планируют, но есть представление, что это хорошо. Так и в диком, вульгарном представлении о том, что такое капитализм, то, что они называют капитализмом, что такое западная жизнь, как устроена демократия. Представления, заимствованные из курса научного коммунизма, из книги «Не знаю, как на Луне», из карикатур в «Крокодиле». Значит, вот как рассказывали советским людям про то, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли, да, помните это все? Как рисовали им этих самых банкиров с сигарами в цилиндрах, так они ровно вот этот вот самый капитализм по «Не знаю, как на Луне» и построили. Также у них есть представление о том, что конкуренция – это на самом деле обман, о том, что парламентаризм – это комедия, о том, что выборы контролируются элитами. Вот эти вот все прекрасные советские штампы живут в головах людей, в особенности в головах того поколения, которое обладает сейчас всей полнотой политической, экономической и медийной власти, а это люди, мягко скажем, старше 55 лет. Очень советские люди, самые советские, воспитанные и обученные советскими людьми. Соответственно, если вам не нравится то, что происходит сейчас, то советская власть вам должна не нравиться тоже, если вообще в состоянии хоть как-то логически рассуждать. Я хочу в завершение нашей беседы сказать, что сегодня в Сахаровском центре будет такая акция «Антисталин». Екатерина Шульман тоже, насколько я понимаю. Я там один из спикеров, да. Участие, навязанная любовь, зачем госпропаганда рисует рейтинг «Отцу народов». Это такая будет лекция? Это будет вообще большое мероприятие, состоящее из двух частей. Первая часть научная, вторая часть художественная. Я в той части, которая научная, не пою песен. Я выступаю там с маленькой такой лекцией, поскольку там будет несколько спикеров, то каждому из нас отведено не очень много времени, но постараюсь тему свою, которую вы зачитали, ее раскрыть. Ну а мы поговорим об этом после 16 часов. У нас в гостях будут Сергей Гондлевский и Лев Рубинштейн, поэты и тоже участники акции. А программа персонально ваша уже закончилась. Екатерина Шульман, политолог была у нас в гостях. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо большое. Поможешь? Сейчас посмотрим. Нет. Ладно, подал. Аккуратно, да. Боровода, пап, поможешь? Я сейчас выйду тоже. Что-то ты рано спинулась. 53. Чего рано? Вроде все правильно. 53,5 если я. 53,5 на 30 секунд раньше. Мне 54. Да? Ну что-то я, значит, смотрю в книгу, я в сферу. Я смотрю, что 54 уже люди деньги на написали. В 54. Вот. На 30 секунд раньше. Прости, дорогая. Да ладно. Ну, как бы честно говоря, так уже получалось, что вопросов не задашь никакого, да? И можно было, конечно, про акцию побольше сказать. Ну, не больше. Ну, наше-то, наше-то. Смотри, сегодня весь прям. Ты видишь? Ты видишь? То с Нобелевским лауреатом. Ой, если бы это как-то сказывалось, конечно, на моей жизни. Спора только сказка сказывает. Не спора делать. Это же сегодня прям. Продолжение банкета. Это мы будем, знаешь, в этом самом... В 30, да? Да, в 35 у нас там свалки. То есть сейчас у нас поэты, товарищи поэты, а потом... Так. Катя, конечно, прекрасно. Ладно. Может быть? Да, да. В 1904 году за 25 тысяч долларов, а нынешнего пункта составляет примерно 660 тысяч долларов. После смерти визиониста его жена продала дом соседям на прозе. Особенность несколько раз менял владельцев, пока не попал к своему текущему хозяину. А теперь информация от наших партнеров. На карте России появилось еще одно популярное место для организации делового туризма. Это знаменитое Ярославское Силовятское. Созданный здесь историко-культурный и ресторанный гостиничный комплекс предоставляют широкие возможности для организации корпоративных мероприятий и семинаровых конференций. За годы существования историко-культурного комплекса накоплен обширный опыт проведения самых разных мероприятий от предыдущих совещаний до свидетельств общественных организаций. Несомненным плюсом стала возможность сочетать плодотворную работу с насыщенным и ярким опытом. Ваши листы, как раз в большинстве России, яркий опыт для вас. Телефон 8800-302-70-05. Сайт «Брянская Силовия». Мечта каждой женщины сохранить красоту и любовь на долгие годы. Мечта мужчины сохранить семьи и фамилии. Живописные портреты от Ведерейнера – это, пожалуй, лучший подарок своим близким людям. Картина Ведерейна – это престижный подарок бизнес-партнерам и высокому начальству. Ведерейна – имя красоты и качества правильных людей. В картина Ведерейна всегда растутся в своем фамилии. Ну, как хорошо, когда люди понимают друг друга вопрос. Геморрой мешает жить полной жизнью, без хорошего специалиста не обойтись. В клинике на Дексите высококвалифицированные врачи-профтологи, щадящие методики лечения геморроя. За час во сне без потери трудоспособности. Компетенциальный и дефекатный подход. Звоните в 495-604-11-12-14-14-12-12. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом. Казарян Гаврилов. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание. Рекламная информационная программа «Люди и деньги». Реклама Архитектор — это тот, кто создает пространство. Но каждый из нас строит свою жизнь и мир вокруг себя. Афи-девелопмент представляет резиденции архитекторов. Новый крупный квартал премиум-классов ЦАУ на Упцовской набережной. Высокое качество, продуманная инфраструктура и отличное местоположение на берегу Яузы. Выбери особый стиль жизни. Стань архитектором своего счастья. Плюс 7-495-185-13-13-13. Застройщик «Саун-Дома». Проектная декларация на сайте afi-почтовая.ru Соусы, приятная кампания, пикник на природе, а также кропки, комары. Необходимость закупать продукты и купить. Стоп. Есть красивое и вкусное решение ресторана «Арго» на 1905-го года. Открытая веранда. Самые аппетитные хиты грузинской, армянской и европейской кухни. Удобная парковка. Ваша ближняя дача в центре города. Адрес в Таневске. Веникородец. Что? Три. Да. Да. Нас записывает. От двух до семи. Да. От двух до семи. Да. Да. Восхитительно. Удивительно. Пока.